Сегодня доля каналов ниже, чем мы хотели бы, однако с точки зрения рекламодателя это компенсируется очень высоким уровнем телесмотрения. Уэлемент телесмотрения в этом году вырос почти на 5%, он вырос за счет Олимпиады в январе и не упал, как ожидалось потом, а остался на таком же высоком уровне. Связано это с информационным вещанием, с новостями, с тем, что аудитория хочет больше и больше знать о том, что происходит. Поэтому уровень телесмотрения компенсировал нам с точки зрения выручки наши рекламные доходы, но очень сложно, бороться за доли очень сложно. Когда доля падает, развлекательным каналам потом очень тяжело возвращать ее на должный уровень. Поэтому мы столкнулись с этим. Дальше грянули санкции, сначала американские, которые мы практически на себе не почувствовали, потом за ним последовали санкции встречные российские, запретившие продажу в России целого ряда категорий продуктов питания. У нас большой процент составляли иностранные производители продуктов питания, которые, конечно, вынуждены были забрать бюджеты. В третьем квартале это произошло. Мы достаточно быстро смогли компенсировать это другими рекламодателями, но, тем не менее, период был стрессовый и очень тяжелый. Ну и сейчас вот это вот, конечно, дальше мы стали чувствовать все-таки американские санкции. Им понадобилось примерно три месяца на разгон, на то, чтобы американские компании стали уменьшать так или иначе свои бюджеты, не только из-за санкций, а в первую очередь, наверное, из-за экономической конъюнктуры, из-за того, что снижается потребительский спрос и снижаются продажи. Поэтому у компаний, производящих продукты и товары народного потребления, это взаимосвязано, доходы на рекламу впрямую взаимосвязаны с их продажами. Поэтому мы почувствовали следом. Сейчас сложный период, связанный с обсуждением этого закона. Закона еще нет, и мы не знаем, будет ли он принят в таком виде, но спекуляций на эту тему очень много уже, шум вокруг этого уже очень большой и серьезный. И мы думаем, что это может, конечно, усложнять нашу ситуацию. Сейчас внимательно следим за тем, как это будет развиваться. Редактор субтитров А.Семкин